Всем привет. Еще одна часть моего прохождения за Италию. В принципе, по соотношению сил уже понятно, кто победит. Но из принципа надо дожать. До победного конца. Потому что нас устроит только полная и безоговорочная капитуляция. Союзников. В прошлой части основное событие, это, естественно, капитуляция Великобритании. Здесь британские фашисты теперь рулят, наши союзники. Но я оставил себе Шотландию, потому что здесь промышленность хорошая. Просто потому что мы ее заслужили реально. Так, основной вклад в захват Великобритании, ну, в капитуляцию, внесла именно Италия. Немцы вообще тут даже пальцем не пошевелили. Для захвата Великобритании. Ну, англичане неплохо держались, на самом деле. Довольно достойно. Особенно авиация у них неплохо воевала. Довольно большие потери нанесла нам. Ну, вот за последний месяц перед капитуляцией мы потеряли в воздухе только над юго-восточной Англией 880 истребителей и почти 1000 бомберов. Бомберы в основном сбивало ПВО ихнее. Ну, они потеряли 1400 истребителей в воздушных боях. Ну, тут зарешали, конечно, стратегические бомбардировщики, потому что они разбомбили вот этот район. До сих пор еще все разбомблено. Откуда снабжение идет из Лондона, поэтому... Дивизии были очень ослабленные, вот эти, которые здесь стояли, английские. И мы без проблем здесь все разрулили. Ну, здесь промышленность моя просто позволяла по количеству стратегических бомберов. Мы их довольно много произвели. То есть, несмотря на большие потери в самолетах, мы все равно выиграли в воздухе. Ну, преимущества превосходства в воздухе не было здесь, но потери были большие, но мы свою цель выполнили по разрушению этого региона. За счет больших потерь, конечно. Тут Англия около 3000 истребителей держала в воздухе. Правда, непонятно, откуда она горючее брала для этих самолетов, потому что... Сама Англия горючее не производила. Залежей нефти здесь нету, и они в переобратающих заводах тоже здесь нету. А конвои из США... Вот здесь вот в глубоких океанах мои подводные лодки, ну, вроде как неплохо перехватывали. С высокой эффективностью топили конвои. Так что не знаю. Видимо, у них приоритет стоял именно на... Ну, горючего потребления, именно на авиацию. Поэтому дивизии у них стояли просто, ну, не шевелились. Потому что не было горючего для моторизованных, механизированных частей английских. То есть у них все горючее уходило в авиацию. Но мне больше даже понравилось, как держалась Индия. Вот Индия реально очень сильная была. Я, конечно, усилил ее на двойку по промышленному потенциалу. Но она очень долго продержалась достойно. Тоже у нее очень хорошая авиация была. Ну, и пехота тоже, армия тоже очень хорошая. Где-то, наверное, лет на пять точно война затянулась только из-за Индии. Может быть, даже на больше. Потому что она на три фронта очень долго держала. Три фронта вот в Бирме, в Пакистане и на севере в Синдзяне. Ну, и потом еще четвертый фронт вот здесь и открыл. Все равно она продолжала держаться. То есть Индия меня даже больше порадовала, чем Англия. Ну, как порадовала? Порадовала в смысле того, что, ну, неплохо она воевала. По-моему, даже Индия нам больше потерь нанесла, чем Англия. Ну, да. 2,3 миллиона мы потеряли от Индии. И миллион от Великобритании и 850 тысяч от США. Так, а Советский Союз сейчас получается с нами по одной стороне баррикад против союзников воюет. Ну, мы США, конечно, намного больше потерь нанесли. Ну, как Советский Союз, то, что от них осталось, это Коминтерна. В общем, в прошлой части, да, вот, Капитуляция Англии. Я тут немножко промотал время, перебросил, перебазировал наши армии на юг, в район экваториальной Африки. В общем, план такой на эту часть. Высадка в Южной Америке, естественно. Тут уже кто-то пытается испанцу высадиться. Ну, это, конечно, обреченная попытка. Обреченная на неудачу. Вот уже мексиканская армада идет на дно. Как я и говорил, здесь одни эсминцы у них, скорее всего, довольно слабые. Потому что у них вот большинство, но испанский флот их топит. Здесь у них все побережье контролят морские бомбардировщики. Ой. Да, в общем, я уже вот подготовил высадки. Морские пехотинцы высадятся в Эквадор. Наша вторая армия пехотная. Четырьмя дивизиями высадится в Уругвай. Вот я уже расставил корабли здесь на патрулирование. Так, ну еще не хватает превосходства в воздухе в некоторых провинциях. Превосходства на море. В общем, после объявления войны Уругваю Нужно будет как можно 10 дней всего. Как можно быстрее доплыть сюда и захватить сразу столицу Монтвидео. Потому что как можно быстрее, потому что пока туда не подъехали серьезные дяди с севера. Бразильцы и американцы. Американцы, я имею ввиду США. Потому что я видел, тут уже высаживались в районе Гаяны. Немцы, по-моему, здесь высаживались. И тут были уже американские дивизии США. То есть, скорее всего, в Бразилии есть дивизии США. И у самой Бразилии тоже армия такая неплохая. И тут еще осложняется ситуация тем, что мы будем высаживаться без поддержки с моря. То есть, линкоры сюда не достают мои. Линкоры только вот здесь. Вот они. Это зона. Вне зоны покрытия флота. Вот. И без поддержки авиации. То есть, надежда только на... На опыт самих пехотинцев наших. Тут две дивизии всего. Уругвая. Но, как я говорил, союзники довольно быстро, если я объявлю войну, могут на рельсах перебросить сюда дивизии. Вполне реально. Ну, это армия вторая довольно такая опытная. Тут неплохой командир генерал Марио Роата. из сороковки дивизии. Тут два батальона средней артиллерии и два батальона противотанковых орудий. В принципе, противотанковые орудия... Можно тоже поменять на артиллерию, потому что... Они нам уже особо не нужны. Это они нужны были, когда эта армия воевала там... В Финляндии она воевала против Советского Союза. Потом... В Юго-Западной России она воевала. Она воевала еще с американцами, когда они высаживались в Италии. Так что это бывалые воины, как бы они много прошли, опытные. Вот. В принципе, в Америке, я думаю... Ну, в смысле континента Америка. Противотанковые батальоны нам уже не особо нужны. Ну, хотя они увеличивают пробитие. Может быть, там есть какие-то БТРы, какие-то бронированные у Америки, так что... В механизированных дивизиях. То есть, за счет противотанковых увеличивается средний этот уровень пробития бронепробиваемости дивизии. Так что оставим, чтобы это пробитие было больше бронепробития. Оставим эти ПАК-40. ПТОшки. У нее и так неплохая атака против пехоты 552. В общем, вот эти 10 дивизий пехотных должны будут высадиться и захватить Уругвай как можно быстрее. И закрепиться вот где-нибудь вот здесь по равнине. На равнине обычная пехота, линейная, хорошо должна держаться. Вот. Сюда, соответственно, союзники перебросят свои дивизии. И потом мы попробуем вот этими чернорубашечниками тридцаточками высадиться по-быстрому в район Сан-Паулу вот в этот порт. По-быстрому пробежать Сан-Паулу и вот здесь вот в лесу всего три пробки захватить четыре. И все. И получается вот эти дивизии союзные будут окружены. Это в идеале, конечно, как там в реальности получится. Там нужно будет действовать по обстоятельствам, по обстановке. Да, тут еще Аргентина, но мы на нее влияем. Улучшаем отношения с ней. Бустим фашизм здесь. Ну, уже больше тридцати фашизм не растет. Видимо, у остальных тоже есть поддержка у остальных партий. Поэтому, я так думаю, это уже бесполезно дальше бустить. Ладно, оставим пока. Вот эти острова английские, Южная Георгия и Фолклинские острова можно было бы захватить, конечно, в идеале. Но, если мы их захватим, на них претензию имеет Аргентина, тогда она сразу с нами испортит соотношения, ухудшит соотношения с ней. И тогда она точно не вступит в ось. А так еще есть надежда, если мы высадимся, может быть, она как бы, ну, это повлияет на ее позицию международную, дипломатическую. И она присоединится к оси. Вот. Тут у меня еще наготове танковая армия. Берсальеров. Моторизованной части. Джованни Месси. Она в резерве будет у нас. И еще какая-то армия пехотная. Да, вот она. Пехотная. Вот пехотная. Седьмая армия. Будет у нас в Либерии стоять пока что, в запасе. И альпийская пехота Альпини. Тоже где-нибудь здесь. С Яролеона. Будем ждать подходящей обстановки. Здесь оставил только гарнизоны. Очень хорошие здесь вправки по промышленности. И по фабрикам, по военным заводам, по верфям. Оставила нам Англия. Вот. И еще я горнострелков отправил. Вот 20 дивизий горнострелковых я отправил на Дальний Восток. Они будут высаживаться вот здесь вот как раз в горы. На Аляске. И потом продвигаться. По мере возможности продвигаться в Канаду. Вот такая вот... А, и да. Ну, если... Уругвай еще могут помочь союзники. Потому что здесь есть границы с союзниками. То Эквадору уже, скорее всего, никто не поможет. У него всего одна дивизия. Здесь мы без проблем, я думаю, высадимся. Можно даже на Галапагоские острова. Где питают знаменитые черепахи Галапагоские. Вот. Здесь вражеских кораблей нету. Хотя нет. Были тут эти столкновения с этой мексиканской армадой. В Мексике. Больше тысячи эсминцев, скорее всего. Я не думаю, что вот эта тысяча это линкоры или авианосцы. Как бы это очевидно. Что это эсминцы, скорее всего. Причем какие-нибудь там классы 36-го года. То есть устаревшие. Тут уже было столкновение, но пока я проматывал. И мы потопили несколько эсминцев здесь. Мексиканских. Ну и потом из Эквадора будет продвижение в Колумбию. Вот этой армией Итало-Гарибольди. Пронто, сеньоры! Здесь у нас в основном бинарные дивизии. То есть легкая пехота. Которая хорошо в горах. На всякой пересеченной местности. И горные пушки, и легкая артиллерия. Можно будет накинуть им еще снаряжение для боя в джунглях. Это потом по обстановке. Чернорубашников надо уже сейчас поменять. Дивизии чернорубашников. Мы поменяем снаряжение пустынное на снаряжение в джунглях. В принципе, роту связи тоже можно поменять. Роту связи, она больше для берсельеров подходит. Но тут особо нечего такого. Разведка у них есть. Разведка конная, да. Пусть так будет. Потому что как раз чернорубашники будут воевать вот здесь вот. В районе, где джунгли. Пустыни вроде бы в Южной Америке нету. Так, что еще? Так, тут я смотрю. Германия создала своих марионеток рейскомиссариаты. Рейскомиссариат Бельгии, рейскомиссариат Нидерланды. Рейскомиссариат Голландия. Так, и она аннексировала Люксембург. Эльза Слоттерингия. Лоррейн не аннексировала. Ну, кстати, по-моему, вот Нанси город тоже, по-моему, третий рейх аннексировал или собирался аннексировать. Потому что его даже переименовали в Нансик. Не, по-моему, нет, не аннексировал. Ну, если мирный договор был бы с третьим рейхом у Франции, то, скорее всего, вот эта территория тоже отошла бы рейху. Потому что здесь, ну, по крайней мере, тогда, в сороковые годы, тоже довольно много немцев жило. Так, это пока только оккупированная территория считается. В общем, я так понял, Германия дальше не будет ничего шевелиться. Она даже не принимала участие в захвате Великобритании. Вот, захватила Исландию. Дальше, как бы, ну, сам Бог велел, как бы, вот, высаживаться в Гренландии. И потом Newfoundland, и вот это все канадские территории захватывать. Ну, скорее всего, это Германия этого не будет делать. То же самое, я думаю, Япония. Она тоже вот захватила острова все в Тихом океане и успокоилась. То есть высаживаться там где-нибудь в Калифорнии она, видимо, не собирается. То есть все, все это придется делать мне самому. Так, оправдаем войну против Эквадора. Это тоже недолго будет. А, да, то, что... То, что тут второе оправдание там больше по времени занимает. Ну, значит, сначала в Ругвай высаживаемся, потом сюда. Вот мои подводные лодки тут. Заметили эсминцы вражеские и легкий крейсер бразильский с мексиканскими эсминцами. Так, тут мои... Тут мои морские бомберы уже настреляли кучу в Атлантике. Вот эти вот. Так, партизаны у нас. Ага, в Ирландии партизаны. Нужна еще дивизия. Ладно. Еще две дивизии наймем гарнизонные. Хотя у меня уже очень огромные проблемы с людьми. Из-за того, что я еще поставил на обучение еще десять дивизий моторизованных. Таких тридцаток. Два батальона легкой артиллерии и два батальона средней артиллерии. Ну, на самом деле, я не знаю. Может быть, в принципе, можно и без этих дивизий обойтись. Просто я думал, если высадку делать против США. Масштабную. В принципе, можно обойтись и без них, наверное. Потому что у меня и так сейчас развернуто 2,6 миллиона солдат. У армии сухопутной. В принципе, если здесь 12 дивизий высадить в Техасе, по равнине вот так попробовать пробиться сюда. А здесь навстречу им вот этой армии тоже брасольеров с территории из Сан-Диего вот так пробиться сюда. Ну, тут там кто-нибудь поможет. Там пехота или что-нибудь. Там альпийская пехота вот поможет здесь в горах. В принципе, да, наверное, можно обойтись без них. Вместо этого мы... Потому что у нас очень ограниченный ресурс, людские. Вместо этого мы накинем... Так... Тоже, что было 12 дивизий. Две танковые дивизии. Накинем... В шестую армию. Эттория Бастико. Подходят наши подводные лодки на патрулирование. О, наш патрульный флот встретился с примерно таким же по размеру бразильским. Ну, тут мы выиграем вообще по всем... по всем параметрам. Все, они убегают. Не успеют бежать. Нормально. Тут наши подводные лодки зацепили мексиканские эсминцы. Но они издалека их видят. Может быть, без боя, без потерь обойдутся обе стороны. Да, кстати, надо посмотреть... У меня сейчас прирост политической власти всего плюс 0,10 в день. Мы бустим фашизм в Аргентине и рейс комиссарят Норвегия. Рейс комиссарят Норвегия. 90% поддержка фашизма, поэтому мы убираем поддержку, рост фашизма. И... Так, 0,36 стало. И попробуем, рискнем подготовить переворот. Ну, не переворот, а вооруженное восстание в США. Это фашистское... Фашистский мятеж. Так, нам потребуется передать мятежникам 160 тысяч пехотного снаряжения и 127 тысяч полевой формы. Так, район восстания выберем. Техас, наверное. Все-таки Техас всегда отличался такой, ну... Там высокие были всегда настроения такие из-за независимости. Ну, не то, что высокие, но идея такая. Из всех штатов самое, наверное, популярное это именно в Техасе. О независимости. Техас же был раньше мексиканской территорией. Там, типа... Потом он был независим и вообще... Вообще... Отдельным. Потом сам вступил в США. По этому... По референдуму, по-моему. Вот, подготовим восстание. Фашистский мятеж. Может быть, что-то получится так же, как с Англией. Ну, просто вот в Англии, когда был мятеж, очень хорошо он получился как раз. В районе Ливерпуля я здесь высадился. И помог мятежникам. Заходил ВВЛ сразу. В общем, как раз на руку был мятеж. Так, свободные фабрики. У нас вот не хватает здесь припасов. Потому что мы пригнали сюда большие армии найти острова. А порт здесь маленький. А, ну мы и так строим здесь порты. Здесь нам уже ничем не помочь. Так, инфраструктуру. Инфраструктуру. Что ты закат-палifi? Ну как прав, мой дешевый штук. 60 эсминцев 48 в этом муре они все-таки заходят в район панамского канала так бенита муссоль не наезжает на эквадор наши испанские союзники пытаются высадиться на модель которые рулят с салазар кстати сколько там вообще сколько в мире вообще фашистских государств на перу венесуэлу и аргентину у меня большие надежды что они ступят в наш альянс а коммунистических парагвай коммунистический мексика в америке парагвай скорее всего война обойдет стороной так как он нам не мешает на у бразилии тоже очень хорошие эти бонусы дивизии потому что у нее призыв только добровольца и 19 25 лет всего мне конечно такую роскошь себе не позволить у нас потому что у нас трехлетний трехлетняя служба и 19 30 лет в принципе в принципе так два с половиной процента здесь рекрутское население здесь будет 2 процента я бы конечно вернул бы на 19 25 лет вместо того чтобы набирать лишние дивизии лучше усилить те которые есть но 0 5 процентов это или снизить срок службы с трех лет нет вот эти штрафы на выход на объем выходной продукции они мне особо не нужны потому что мне производить особо нечего то есть не не выгоден переход на два года вот здесь вот самое выгодное перейти на с 19 до 30 на 19 25 сразу организация дивизии плюс 4 процента и скорость восстановления дивизии 4 процента так общее население 45 миллионов то есть 0 5 процентов это сколько будет 50 миллионов это будет 50 процентов 50 процентов 50 миллионов так 20 миллионов это 50 процентов 400 тысяч это один процент 200 тысяч всего 0 5 процентов в принципе можно перейти на почти 200 200 тысяч почти накопилось ежемесячный рост 7000 идет ладно подождем чтобы слишком много сильно минус не уходить по населению по резервистам подождем пока накопится побольше резервистов и поменяем закон вода даже сбили один наш морской бомбер оправдание войны против уругвая двудливительные штурмовики тысячи это москита это а это английский наверное трофейные вот это все это вот это все трофейная штурмовики штурмовики общение производил реактивные штурмовики в принципе это можно вернуть британским фашистам вот это присутствовал море здесь поэтому надо перебросить пока что подводные лодки сюда да я добавил еще третью флотилию подводных лодок под командованием адмирала рафаэля борец борец и бореце и поставил ему на скрытность навыки в решениях ничего интересного нету а 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 бразильцы же здесь до южной георгии доплыли а все практически все модули мы сейчас изучим для кораблей можно будет сделать модернизацию больше большую флота больше особо изучать ничего все здесь остались только вот эти с минным делом связанные все вещи но это морские мины но я не буду ими заниматься просто больше нечего исследовать теперь бразильский бразильский вход идет на дно пачками что соотношение потерь хорошее такое флот нам еще пригодится потому что сша там да у нее флот небольшого сша но он довольно мощный там и линкоры у них и авианосцы еще остались скорее всего а вот у мексики очень большой поэтому если мы допустим планируем высаживаться через мексиканский залив вот сюда то здесь нужно будет повоевать хорошо потому что здесь очень много кораблей вражеских в карибском море берег флориды тут флориды тоже ла 200 ла 200 кораблей патрулирует регион мексиканских скорее всего шестьдесятый год вроде как уже нечего исследовать почти только в шестьдесятом году вот выдаваешь на эти все водовая италия не использует сколько уже бразильский корабли пошло на дно сначала этой серии кстати еще одна интересная вещь великобритания капитулировала черчилль уехал в канаду скорее всего британский бульдог но у англии еще около 60 дивизий осталось у него просто как где они неужели в канаде просто почему никто не защищали свою родину если у них 60 дивизий что может важнее чем туманный альбион я ну в принципе в англии было много дивизий английских если бы не мои стратегические бомберы то англия бы держалась долго и и и и Канада тоже неплохо так вооружилась. Так, Южная Георгия в этом районе не хватает превосходства на море. Эти сюда не достают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дивизия истощенная из-за того, что морская база здесь плохая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Фолклинских островах уже американцы стоят. Давайте тоже тут, сюда, подводные лодки все уводим. Английские конвои зачем-то здесь плавают, непонятно зачем. А, это может быть на эти острова они идут снабжением. А, это может быть на этой острове. Ракетные, пусковые ракетные установки даже португальская империя уже построила. Опа. Почему здесь зеленые? Кто-то летает. Один, один германский стратегический бомбер, ну лол, летает бомбить. Юго-восточные США. Прилетел, отбомбился, улетел, никто ему не мешает здесь. Че там? Стартуем. Стартуем. И. 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 еще больше, и так уже... сколько тут? а, вот еще плывут, сейчас а, стоп, я же войну не объявил призывать союзников или нет? он сам пока справился ну, вот Уругвай сразу запрыгнул союзники ну, они не должны подвезти там такие бывалые воины тёртые калачи тёртые калачи опа гордость испанского флота здесь гоняет бразильский флот я смотрю, у Испании неплохой флот 100 кораблей 100 кораблей у Испании вот 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 показывается в текущем месяце потери 12 кораблей мы потопили ну, блин, ну это же явно как бы не так намного больше кораблей потопили а, ну, в этом месяце может ну вот, да а а, ну вот здесь правильно, да в прошлом месяце, да 54, получается боевых корабля мы потопили а в этом 12 ну, здесь, да, этим данным я верю тоже похоже на правду тоже похоже на правду а а их организация не скрепла из-за того, что из-за того, что здесь плохое сомжение из-за того, что здесь плохое сомжение из-за такой организации, они могут и не высадиться как обычно, все пошло не по плану а и 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 хотя у меня с резиной проблем нет вот это мне повезло и сеньоры просто лол две дивизии уругвайские видимо они стоят на границе с аргентиной скорее всего блин ту же порта нету сеньоры монты видео без порта 3 уровня уругвай что-то вообще какой-то слабенький хотя у него снаряжение что хватит на всю на всю на всю американскую армию всего две дивизии поплыли и сеньоры формация возмущается страус церкви формате мастер прот Так, теперь можно подводные лодки перебросить обратно сюда. Так. Здесь у нас просто океан, длина 1-2 километра. Валерио Боргези будет вот здесь, а вот этот, Вирджинио Сагези, Сайлент Хантер, будет здесь, где возможно столкновение с мексиканским флотом. А Рафаэль Боргези пока останется здесь, если что. Один уругвайский эсминец. Сейчас пойдет на дно. Хотя в шторм он может убежать. В плохую погоду видимость хуже. Скорость отступления плюс 10%. Ну да, убежит наверно сейчас. Из-за плохой погоды. Бежал. Так, ну. Хороший регион мне достался. Подарок от Ургуая. Бразильцы не успели здесь подъехать. Опа. Без синьоры. Да, кстати, надо сразу авиабазу здесь строить. И расширять морскую базу. Сразу максимум. На максимум авиабазу. О, они сюда загнали. Уже шесть дивизий. Угу. Так. Коновой наш не перехватили. Здесь наши патрульные дежурят, так что здесь коновой наш спокойно пройдет с дивизиями. Не хватает дивизий здесь. Угу. 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 중 heraus. На замок чуй, нанесет. Нет, что говорит их с рез 군анцами. Угу. Или все другие фермы убьют по всеверной козе? Для этого не все эти操азываются. Угу. АВАЦАТЕ! Спеют или нет? Улучшение противотанковых орудий, хотя они мне, скорее всего, уже не пригодятся. Что-то я у США, тем более, у Бразилии ни одной дивизии не видел танковой. С такими темпами скоро от бразильского флота тоже ничего не останется, как и от британского. Синьоры! Надо здесь задержать подольше. Ну что, вроде успевают. Ну что, вроде успевают. Через пять дней. Пока что можно... ... 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 хватило очков так дизайн линкора дизайн линейного крейсера вставляем дизайн линкора он такой есть так вошлое орудия поменять вот четвертый уровень тяжелых было так против американских авианосцев потенциальных а все превышен максимум лимит тяжелых пво модулей так тогда система управления огнем самая передовая вот это компьютер увеличивает атаку как раз 23 мой любимый баг модернизировать пока что нельзя а научение чтоб они фармили опыту а так а скопливают они дивизии здесь бразильцы где-то маш перебрасывать еще наверно хотя тут снабжения тогда не хватит аргентина до аргентина конечно нам пока не поможет к сожалению хотя она не надеялся так бы можно было на ее территорию расположить авиацию хотя бы транспортники чтобы снабжение полосе все готово объявляем войну эквадору эквадору по идее никто не поможет поплыли морпехами угла я кель посадимся Эквадор вступил в союзники. Эээ, блин, жёстко. Очень жёстко. Очень жёстко. Немножко осталось. Немножко осталось. Немножко осталось. В последний момент запрыгнули. А, но это ещё не факт, что это поможет нам. Или поможет. Просто в последнюю секунду спасли. Ну неизвестно ещё на самом деле. Поможет нам это или нет? Помоги! Тормина! 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 Просто первейший приоритет у этой базы. Да, чудом мы, конечно, здесь продержались. Всё, вроде Бразиль-то отступает из Уругвана, я смотрю. Видимо, они поняли, что это безнадёжно. Тут у нас атака выше, чем у них защита. Значит, они сейчас быстренько сольются. Атака! 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 Да. Просто в последний момент спасли мою армию. Опа. Здесь мы испанцы высадили. А, наверное, бразильцы сюда, наверное, перебросили дивизию. Нормально, так против Бразилии сразу два фронта открыли. Видимо, куча испанских дивизий идёт сюда. Всё отлично пока что. Видимо, бразильцы из Уругвая сюда начали перебрасывать дивизии. Захватили Каену во французской Гвиане. Тут авиабаза отличная. Захватили Каену во французской Гвиане. Высадку в район Сан-Паулу. Сколько тут порт? Четвёрочка. Ну, Рио-де-Жанейро, конечно, лучше, но из Рио-де-Жанейро дальше идти сюда. Срочно нужно расширять порт. Не хватает снабжения здесь. Ещё эти сразу прилетели союзные сюда. С японских да и теперь базируем армию на остров Питкерна. Захватили Каену во французской Гвиане. Что немцы самые крутые идеи в дивизии поставили против Коминтерна, я смотрю. Хотя мы вроде с ними уже мирный договор подписали. Захватили Каену во французской Гвиане. Тут и американские патрули тоже ходят. Захватили Каену во французской Гвиане. Продолжение следует... 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 Захватим еще Галапагоские острова и расширим здесь морскую базу и авиабазу естественно построим. Блин, это не жестко конечно, бразильцы жесткие. Может быть мы транспортниками дотянемся? Транспортные самолеты. У них дальность 4800. Не, по-моему не дотянемся. Попробуем. Из экваториальной Африки. Не, не дотянемся. Хотя, только вот отсюда. Попробуем. Продолжение следует... 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 Так, тут у нас повреждения получили корабли, этим надо в ремонт, куда-нибудь сюда, в Касабланку. Касабланку. Взяли бы лучше вот эти Карибские острова, испанцы, что-то они уезжают куда-то. Касабланку. 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 Достают транспортники из Африки сюда, немножко не дотягиваются. Касабланку. 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 а транспортники по дальности больше нельзя плюс 300 километров кстати надо транспортники так выкачать вот на движок на дальность вот английские дивизии подошли сюда так погода хорошая ясно может получиться потопить 4 фабрики нагло поглазских стрелах пусть пока здесь пропихи будут тут все-таки регион неспокойный где там это который отсюда набрал они решили вот так вот поплыть они ищут легких путей жизни обновлении Информация! Продолжение следует... Построим здесь полицейские участки, чтобы меньше было вот этих сопротивления в Мюнстере. Пока мы гарнизоны еще не наняли. Не обучили. Как только мы объявляем войну Колумбии, сразу здесь может Бразилия и США. Панама находится... Так... Панама, по идее, это протекторат США. Хотя тут не написано почему-то. Только что США гарантируют независимость. Нет, тут надо побольше дивизий против Колумбии. Так, здесь у нас Колумбия, это, естественно, джунгли. Горы. Значит, перебросим сюда... Перебросим сюда... Альпийскую пехоту. Продолжение следует... Продолжение следует... Все готово для высадки в районе Сан-Паула, но что-то мне кажется, это очень рискованный план. Раз, два, три, четыре, пять, шесть провинций. Попробуем сейчас нарисовать здесь линию фронта. Потому что линия фронта дает бонусы к планированию. Главное, чтобы они не бегали туда-сюда, иначе они потеряют бонус кокапываемости. А это самое офиговое. Ну, вообще, вот эти дивизии лучше было бы, чтобы они вот здесь стояли, чтобы они, ну, на всякий случай, чтобы они, ну, если, допустим, отсюда выбьют, то здесь будут готовые, уже окопанные. Ну, вот, компьютеру этого не понять, к сожалению. Хотя бы одну дивизию надо оставить в порту. Только шарик. Так, еще 100 истребителей, перебросим тяжелых. Снабжения все равно не хватает, хотя базу расширили морскую. А, инфраструктура еще фиговая здесь. Снабжения все равно не хватает. Так, а через Магеллана в пролив сейчас наши корабли могут, по идее, проходить? Чили же нейтральная. Где? 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 Продолжение следует... 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 Ну вот, до атаковались, что мы их выбили отсюда. Я смотрю, немцы, о, молодцы, немцы, я смотрю, на эти Ангельские острова вроде что-то пытаются здесь высадиться. Не совсем это получается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Строим хранилище припасов. Дима Торзок 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 Так. Сейчас еще авиацию перебросим. Оставшиеся тяжелые истребители. Сан-Пауло взяли. Без боев. Си сеньоры! Си сеньоры! Аварцаты! Так. Немцы все-таки высадились на вот этих островах Антильских. Атенту! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 У нас генерал намного более опытный, чем этот Франчиско Сильва Джуниор. Продолжение следует... 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 Вроде колумбийский флаг, хотя у них у всех похожие здесь флаги. Вроде колумбийский флаг. Вроде колумбийский флаг. Тут мои линкоры всех потопили. Так, здесь у нас джунгли. В колониальной дивизии надо джунгли. Добавить снаряжение. Что-нибудь еще можно накинуть из батальонов из поддержки. В принципе, вот рода техобслуживания. Очень нужная штука. Боевые инженеры это наступательные, но они... Они больше для штукмовых частей подходят. Вот, кстати, рота этих огнеметчиков. Нет, они организацию снижают. Ладно. Вот, рота техобслуживания нужна ремонтная, потому что от нее очень хорошие бонусы на прочность. Пронсто, сеньоры. Две танковые сороковочки подъехали. Со средними тяжелыми танками. Управляем их на Дальний Восток. АВАЗАТЕ! АВАЗАТЕ! Пронятно! АВАЗАТЕ! Пронятно! АВАЗАТЕ! Пронятно, сеное! АВАЗАТЕ! ФОРМАЗАТЕ! АВАЗАТЕ! АВАЗАТЕ! Откнули! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пронто, сеньоре. Так, боготу заняли. Формационе. Формационе. Выходим. К Карибскому морю. Формационе. 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 Пронто, сеньоре. Уже США тут подъехала. Так, Колумбия перенесла столицу в Картагену. Ну, в принципе, если мы сейчас вот эти провинции займем, то вот эти, получается, будут окружены. Только если они эвакуируются через эти порты, потому что Панама нейтральная. Вынесли, она тоже. Да. 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 Си, сеньоры! Си, сеньоры! Си, сеньоры! Чтоб штабжение не проседало, сеньоры! Пронто, сеньоры! Пронто, сеньоры! Пронто! 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 Павло три дивизии чернорабашников. Пали смертью храбрых. Поварищи! Поварищи! Си, си, си. Поварищи. Продолжение следует... 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 АВАЦАТЫ! Блин! Ещё две дивизии Загорели Так, пока модернизируем эсминцы на самый лучший передовой гидрофон. Так, пока модернизируем эсминцы на самый лучший передовой гидрофон. И сонар. И ПВО у них лучше. Автозарядные тяжёлые противовоздушные пушки. Так, пулемёт противовоздушный или пушка? Система интегрированного ПВО в ФАРК, ну... Огня. Контроль огня. Не хватает. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ ПО-ПО-ПИТЫ Продолжение следует... 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 АВАНЗАТЕ! АТТЕНТО! АТТЕНТО! АВАНЗАТЕ! АВАНЗАТЕ! Так, здесь закрепились. В принципе, можно... Вот две провки осталось пройти. АВАНЗАТЕ! 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 СИ, СИНОРЕ! ПРОНТО! ПРОНТО, СИНОРЕ! ПРОНТО, СИНОРЕ! Команды! Команды! Как хорошо танками на равнине проехать. Даже без припасов. Все равно выбивают. Команды! 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 в принципе можно прорваться попробовать до сюда вот здесь этим этими навстречу помады сеньор Все. Сейчас Колумбе капитулирует. Formazione. Formazione. Pronto. Comandi. Продолжение следует. 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 я так смотрю здесь боты вообще искусственный интеллект вообще не умеет считать это снабжение вообще не про не просчитывает зачем столько много дивизий сюда кидать но я это уже давно заметил как бы ну блин это жесть уже непонятно 6 не хватит снабжением просто а Продолжение следует... 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 Попались. Formazione! Comandi! Avanzate! Pronto, signore! Avanzate! Avanzate! Esp innocent. L'utroi. Voi lo vediato, c'è mystica chun vous, buono. Да блин. Не хватает опыта. Коменды! Ордени? Си, си, си. Си, си. Продолжение следует... Продолжение следует... Построим авиабазу для наших морских бомберов, чтобы они здесь навели порядок. Пытаются бразильцы прорвать коридор. Все, практически дошли. Тут уже холмы начались. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...